Уолл-стрит настроена оптимистично. Опасения относительно срыва американо-китайской торговой сделки не подтвердились. Доллар США продолжает пике. Падение в американскую сессию усилилось. В фокусе данные о деловой активности. Рынок ценных бумаг США показывает слаженную повышательную динамику. Фьючерсно-промышленный Dow Jones набирает в районе 1%, расположившись на отметке 26 151 пункт. Индекс широкого рынка S&P 500 рост на аналогичную величину – до 3144,38 пункта. Рыночные игроки обратили внимание на сообщения Дональда Трампа в Twitter. Торговое соглашение с Китаем остается в силе, – написал президент на своей страничке в соцсети. Таким образом, он опроверг заявление Питера Наварра о расторжении договора с Китаем. Это успокоило инвесторов и поддержало аппетит к риску. Тем не менее, тематика американо-китайских торговых отношений остается в фокусе инвесторов, которые следят за дальнейшими перипетиями в этом направлении. Сейчас торговый советник Белого дома заявляет, что слова были вырваны из контекста, тогда как Китай с утра успел обвинить его во лжи. Наварра сумел разжечь волатильность на рынках, которая за ночь выросла почти на 10%. Это максимальный показатель почти за три недели. Похоже, финансовый рынок остается чувствителен к неопределенности вокруг торговой политики, а значит, это потенциальный триггер для более высокой волатильности. Доллар США продолжает снижаться по отношению к корзине своих основных конкурентов. Если в понедельник наблюдалось вялое пробитие отметки 97, то сегодня падение усилилось. Индекс доллара терял в разгар американской сессии 0,5%, расположившись на отметке 96,50. На этом продавцы не остановились, похоже, сегодня не день доллара. Трейдеры оценивают ряд позитивных макроэкономических данных из США, что позволило укрепить хороший настрой рынков. Продажи новостроек в мае выросли на 16,6% по сравнению с апрелем, составив 676 тысяч. При этом рынки рассчитывали на увеличение показателя на 2,7%. Рост индекса деловой активности в секторе услуг также превзошел прогноз экспертов. У канадского доллара все в порядке. Его сейчас можно причислить к сильнейшим сырьевым валютам. Вырасти ему удалось не без помощи дорожающей нефти. К тому же американский аналог активно снижается. Попытка пробить отметку 1,3540 увенчалась успехом. Пара USDCAD нацелилась уйти ниже 35 фигуры. Вы смотрели финансовые новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и увидимся завтра. До свидания.